Ну, ничего не предвещало к такому исходу матча. Первый тайм, ну вообще, практически полностью с нашим преимуществом. Игра проходила, забей мы эти 3-4 момента, которые в первом тайме были, и совсем бы другой результат был. Великолепно там просто вратарь ваш сыграл, вратарь соперника. Пропустили этот пенальти из-за собственной ошибки, сами себе организовали этот пенальти. Да, во втором тайме, может быть, где-то игра выровнялась, равная игра, где-то наше давление немного ослабло. Вот, уже не было особых моментов. Ну, опять же, из-за ошибок, из-за собственных ошибок средней линии в обороне пропустили еще одного. Ну, все равно, старались, до конца бились, забили гол. Ну, на большее не хватило. Может быть, все-таки была какая-то, ну, не то чтобы недооценка, хотя вы в чите тоже уступили мячам достаточно неожиданно, да? Да не было никакой недооценки. По первому тайму видно было, что никакой недооценки нет. Хорошо играли, но не идет у нас пока. Вот, девочки, не хватает везения, да, в завершающей стадии не идет мяч в ворота. А в собственные пропускаем какие-то там нелепые ошибки допускаем. Мы пропускаем очень много в собственные ворота. Какое место реально по силам нынешней Чите? Потому что вы же шли, рекорд у вас был там без поражений, что-то много матчей без домашних, да? И вообще без поражений. То есть, вот сейчас идет команда на шестом месте. На каком должна быть по силе, по составу? Ну, это тяжело сказать. Наверное, команда достойна такого места, на котором сейчас находится. Хотя будем бороться, у нас еще ничего не потеряно. Еще игра дома, и будем играть с Иркутском. Стараться победить и подняться по турнирной таблице. Что можете сказать про томскую команду? Для вас просто неудобный получается соперник или невезение какое? Ну, хорошие ребята, тактически неплохо обученные, технически неплохо подготовленные. И когда появляются свободы, зоны какие-то свободные, они это хорошо используют. Ну, вот что сегодня и получилось. Ну, в общем-то, ребята сегодня порадовали, порадовали. Последняя игра была домашняя, ни одной победы на центральном стадионе не могли одержать. Вот, ну, сегодня, если говорить в целом, начало у нас скомканное получилось. Там два-три опасных момента чита создала. Вот, но потом выдержали вот этот первый натиск. Вот, и забили на контратаке, хорошо выбежали ребята. Вот, ну, первый тайм, так скажем, более скомканный получился. Баланса не было между обороной и нападением. Вот, а второй, можно сказать, образцово-показательным был второй тайм. Вот, действительно, вот получилось, что и в обороне очень хорошо сыграли. Очень цепко, надежно. И в атаку очень хорошо убегали, создавали хорошие моменты. Забили два мяча и еще могли пару мячей забить. Ну, и еще раз повторяю, можно, ребят только можно поздравить с этой победой. Хорошо отработали сегодня. На совесть. Виктор Евгеньевич, вы в прошлый раз говорили, что это не похоже на футбол. Тогда это было всего два дня на... Через два дня команда выходит, показывает, что удалось сделать за этот короткий промежуток времени. Или что случилось? Или просто тогда наши... Успели. В таком режиме два дня на третьем мы только успеваем восстанавливаться и играть. Ничего такого мы сверхъестественного не делали. Просто, опять же, это возрастное. Стабильности не хватает ребятам. Они игру могут сыграть, игру провалить. С Иртуш, с Байкалом вообще игры не получилось. Сегодня отыграли здорово. Может, просто игровой тонус вернулся? Они же тогда 18 дней без игры были. Ну, это тоже, да. Это тоже. Все-таки и там нагрузка так легла на ребят в первом матче. Большинство тех, кто выходили, они по тайму сыграли. Поэтому сегодня физически очень хорошо выглядели. Остался последний вейсер? Да. Как планируете сыграть? В каждой игре что-то надо брать. Хотелось бы, чтобы на мажорной ноте закончили второй круг.